Скажите мне, армия, Александровская колонна, что? Можно? Как объединить? Таких вопросов, да еще в день ВДВ, Александр Мурзайкин уж никак не ожидал. Пришел отметить праздник с друзьями, а попал на исторический ликбез. Так вот, наши оренбуржцы, независимо от их желания, им подселяли боевых офицеров, солдат. За высоким забором возводят стелу в честь императора Александра I. Именно он в 1821 году освободил Оренбург от воинского постоя. Оп, непонятно что, а это оказывается памятник Александру. Пока монумент никому не показывают. Для всех он будет открыт на празднование юбилея города. Нынешняя стела фактически будет точной копией той, что была возведена несколько десятков лет назад. Ее фрагменты до сих пор сохранены и станут частью новой колонны. И мы рады тому, что наступил такой час, когда те, пусть оставшиеся фрагменты от памятника, которые были до событий 17-го года, они стали востребованы. Интересен и тот факт, что Александровская колонна на месте долго не стояла. Она частенько мигрировала по Оренбургу. Была и в центре города, и на месте, где сейчас Чкалов. Кстати, отлитый Валерий Палович попал на Оренбургскую набережную случайно. Памятник должен был украшать Москву, но бронзового героя летчика не признал сам товарищ Сталин. Что оставалось сделать москвичам, уже ставить нельзя. Вот тогда появился звонок Горкина, это абсолютно точно, который позвонил местным руководителям и говорил, что есть возможность получить вам памятник Чкалову, поскольку город носил в то время имя Чкалову. Действуйте и бесплатно, но действуйте побыстрее. Вот так и обосновался у реки Урала Валерий Чкалов. Из тех, кто не посещал город Оренбург и Железный Феликс. Революционер, главный чекист стоит сегодня в степном, в кругу детей. Это был, по-моему, один из лучших друзей детей. При нем беспризорность, насколько я знаю, сократилась где-то на треть. Сегодня друг детей вниманием у детей не пользуется. Это чаще предмет поклонения птиц. Но старшее поколение Феликса Держинского по-прежнему уважает, помнит и считает, что для страны сделал он немало, как и Ленин. Тут хоть в Оренбургских краях не был, но его идеями вдохновлялись повсюду. С памятниками Леча связано тоже немало легенд. Одна из них, что здесь вождь пролетариата изображен в натуральную величину. При росте Ленина 155 сантиметров его статуи здесь имеют все 168. В свое время его создателя, скульптора Козлова, за это даже чуть не расстреляли. Ему пришлось объясняться с местным политуправлением. Но ему там удалось оставить свою точку зрения, ведь при реальном росте Ленин выглядел бы на постаменте совсем уж маленьким. Вообще памятных мест в Оренбурге немало. А в этом году скульптур станет еще больше. Большая реконструкция ожидается на Советской между гостиным двором и областным театром кукол. Бюст основателя Оренбурга и первого губернатора Ивана Ивановича Неплюева архитекторы решили совершенствовать. Еще один памятник Петру Рычкову появится на территории госуниверситета. А в сквере имени Гуськова откроют монумент детям войны. Появляются сейчас и совсем необычные персонажи. Напротив драмтеатра поселился под дубом ученый кот. Это напоминание о встрече двух писателей, далее Пушкина. Говорят, в Оренбурге будут и другие памятники. У нас очень много руководителей, рабочих, героев Советского Союза, героев соцтруда, героев России, которые заслуживают того, чтобы, может быть, изваяние в виде памятников было. Поэтому мы живем, работаем над этим. Каждый год что-то планируем, учитываем предложения наших горожан. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время.